Здравствуйте! В эфире программа Бумеранг. Мы говорим о нашем здоровье. И сегодня гости студии главный психиатр Министерства здравоохранения Чувашской Республики Марина Макарова и главный психотерапевт Министерства Елена Калинина. Уважаемые гости, ну вот мы говорили, когда с онкологами о раке, я задавала вопрос о том, что грядет эпидемия рака, с чем ваши коллеги не согласились. А сегодня опять-таки интернет, СМИ говорят о том, что депрессия становится эпидемией нашего века. Так ли это на самом деле? По данным ВОЗ, к 2020 году депрессия действительно будет выходить на первое место. И, как считают эксперты ВОЗ, депрессия будет преобладать над сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому, конечно, мы можем сейчас говорить о том, что депрессия – это проблема 21 века. Несколько специалистов работают в сфере нашего психического здоровья. Психиатр, психотерапевт, психолог. Чем они отличаются, собственно, друг от друга? Ну, психиатр – это врачебная специальность, которая занимается профилактикой, диагностикой и лечением психических заболеваний. Ну, к примеру, можно привести ряд таких заболеваний, действительно серьезных. Это, например, заболевание шизофрения, умственная отсталость, органическое поражение головного мозга и разные формы слабоумия. Чем отличается психотерапевт от психолога, например? Психотерапевт – это тоже врач. Это тоже специалист в области психического здоровья. Но в отличие от врачей-психиатров, психотерапевт больше работает с людьми, так называемыми, находящимися в пограничном состоянии. То есть клиентами и пациентами психотерапевта являются чаще всего пациенты с различными невротическими расстройствами. Ну, то есть обыкновенные люди. Обыкновенные люди, да. Не сильно больные, может быть, даже сказать, не совсем больные, да? Это первая особенность. А вторая особенность в том, что психотерапевт, в отличие от врача-психиатра, владеет не только медикаментозным воздействием, но и психотерапевтическими методами. То есть это лечебное воздействие на психику и через психику. Но есть еще специалист-психолог. И всегда путают, очень часто путают психолога, психотерапевта. Так вот, разница между психологом и психотерапевтом в образовании. Психолог – это не врач. Психолог, как правило, это человек с высшим образованием, с высшим гуманитарным образованием. Психолог чаще всего занимается здоровыми людьми. И только медицинские психологи имеют право заниматься как здоровыми людьми, так и людьми с психическими расстройствами. Традиционный наш вопрос. Какая у нас ситуация с заболеваемостью, вот по вашему профилю, в республике? Всего под наблюдением в Чувашской республике состоит более 36 тысяч человек. Из них это более 6 тысяч. Это дети, и в том числе подростки. В целом это составляет примерно 3% населения республики. В сравнении с миром и общероссийской ситуации? В сравнении с миром – это то же самое. На нашей планете 3% населения также страдают психическими расстройствами. Показатели болезненности и заболеваемости, они несколько выше у нас, если сравнивать по России и по Приложскому федеральному округу. Но это не означает, что в нашей республике так много психических больных. Это, наоборот, свидетельствует о налаженной работе психиатров и психотерапевтов по выявлению психических расстройств. Если мы берем все психические расстройства, то непсихотические психические расстройства – это тот раздел, которым занимаются психотерапевты. Они занимают большую долю среди всех психических заболеваний. По нашей республике доля непсихотических и психических расстройств составляет 42%. Выявление первичных заболеваний с непсихотическими расстройствами – более 70%. То есть мы говорим о том, что первичное обращение тоже связано с нетяжелыми формами психических расстройств в первую очередь. Сколько людей обращаются у нас в республике в среднем за год? К психотерапевтам за год обратилось более 40 тысяч человек. И около 40 тысяч человек обратилось к психологам. Поэтому мы говорим о том, что служба востребована, люди о службе знают и достаточно активно пользуются услугами специалистов. У нас с 1997 года существует психотерапевтический центр, который мы открыли одним из первых в регионе. Этот центр, где работают специалисты очень высокого уровня. И благодаря этому центру, конечно же, востребованность и знания об этой службе в нашей республике хорошие. В центр обращаются абсолютно все. Могут обратиться вне зависимости от места проживания. Это и жители города, и жители сельской местности. В центре работает электронная регистратура. В центре работают психотерапевты взрослые, детские психотерапевты, три детских психотерапевта и медицинские психологи, которые занимаются и тестированием, и психокоррекционными программами. А какие все-таки факторы риска существуют по заболеваниям такого психологического характера? Их очень много. Их разделяют на три больших группы. Это биологические факторы риска, психологические и социальные. К биологическим факторам риска чаще всего относится генетическая предрасположенность. Есть определенные психические расстройства, которые наследуются. Имеют высокую вероятность наследования. Это такие заболевания, как шизофрения или расстройство настроения. То есть есть депрессия, о которых мы с вами уже сегодня говорили. Личность очень чувствительна в этом возрасте. К восприятию. И неспособность адаптироваться к условиям, она приводит к фобиям. То есть к различным формированиям страхов, которые потом остаются на всю жизнь. Мы, наверное, должны здесь обратить внимание наших радиослушателей, телезрителей, родителей, чтобы они вообще достаточно серьезно относились к своему ребенку в эти периоды. Несомненно. Несомненно. Второй возрастной период, такой кризисный, это период подросткового возраста. Когда формируются неадаптивные формы поведения. Мы их называем девиантные, отклоняющие формы поведения. Ну и третий такой критичный возраст, это возраст старше 65 лет. Люди в этом возрасте тоже становятся уязвимы к любым внешним воздействиям, в том числе и к стрессовым воздействиям. И в этом возрасте появляется и, как мы говорим, когнитивное нарушение. То есть нарушение памяти, внимания. То есть возникают определенные проблемы. Вот три основных возрастных группы. То есть это плата за то, что мы живем дольше, она достаточно суровая? Она достаточно суровая. Идет накопление людей пожилого возраста с психическими расстройствами. Психологические факторы риска – это индивидуальные особенности характера, которые не позволяют человеку в стрессовых ситуациях принять правильные решения. Ну и социальные факторы риска – это техногенные катастрофы, это военные действия, это межличностные конфликты. И одним из серьезных социальных факторов риска является семейное взаимоотношение. Потому что конфликты в семье, разлады в семье служат основной и наиболее частой причиной обращения к врачу-психотерапевту. А какие виды заболеваний у нас в Чувашской республике лидируют в ваших сферах? Ну, вообще психиатрия принято выделять три группы. Первая группа, о чем говорила моя коллега, это самый большой процент, занимает непсихотические и психические расстройства. Их 42%. Далее вторую группу подразделяет умственная отсталость. И следом идет группа психозы и состояние слабоумия. Хотелось бы в этой группе выделить то, что половину практически занимает это пациенты с диагнозом шизофрения, почти 52%. Далее второе место, почти 22%, это органическое поражение головного мозга. И, к сожалению, с каждым годом заболеваемость растет по этому классу. Что сюда относится? Значит, это органическое поражение головного мозга вследствие черепно-мозговых травм, инфекционные какие-то заболевания, которые органически поразили головной мозг, менингоэнцефалит, например, опухоль головного мозга. И, конечно, к сожалению, это злоупотребление алкоголем, которое также приводит к органическому поражению головного мозга. Следующую подгруппу, которая тоже, она уже растет у нас с каждым годом, это сосудистая деменция, ее примерно 19%, и другие формы старческого слабоумия. В детском населении у нас структура, она представлена следующим образом. Здесь психозы, состояние слабоумия, они занимают 2%, умственно отсталость она почти 30%, и опять же, очень большой класс идет. Это не психотические, психические расстройства. Уже процент до 65% доходит. И вот хотелось бы здесь привести данные научного центра здоровья детей, это город Москва, который уже дает такие сведения, что 10% учащихся в образовательных школах, они имеют уже пограничные психические состояния, а у 60% подростков отмечаются уже предболезненные такие психические состояния. И поэтому врачи-психиатры активно участвуют в процессах диспансеризации, профилактических осмотрах. И поэтому здесь, конечно, своевременно раньше выявить ту или иную психическую патологию и своевременно направить к специалисту. Либо это к психологу, либо это к детскому психотерапевту, либо, значит, если патология более глубокая, уже к психиатру. Поскольку мы говорим о том, что непсихотические и психические расстройства занимают лидирующие позиции, конечно, роль психотерапевта очень важна. И среди непсихотических расстройств на первом плане это органические непсихотические расстройства. То есть это, опять же, расстройство, которое связано с повреждением головного мозга. Соматические заболевания приводят к повреждению головного мозга и приводят к изменению психической деятельности. Вот вам неправильный образ жизни, вот вам неправильный питание, вот вам гиподинамика, да, и вроде какой-то сердечно-сосудистый, ребята, все может закончиться совершенно плачевно, да. То есть заболевания совсем другого рода. Мало того, я хочу сказать, что это очень большая группа. В структуре непсихотических расстройств она занимает 47%. Практически половина людей, психические расстройства связаны с неполноценностью работы головного мозга. А вот на втором плане идут расстройства личности. То есть это индивидуальные характерологические особенности, которые не позволяют человеку адаптироваться в различных ситуациях. Мы говорим о них как о негармоничных личностях. И эта доля составляет 19%. Ну и на третьем месте это неврозы. Неврозы, соматические расстройства занимают около 17%. Хотя мы и говорим, что неврозы ведущую позицию занимает, но мы говорим о том, что невротический уровень расстройств, он отражается и при повреждении головного мозга, и при невротических расстройствах, когда головной мозг не поврежден. Но тем не менее расстройства все-таки существуют. Если мы говорим о детском населении, то там лидируют две группы. Это расстройство эмоций и поведения у детей, которое занимает около 50%, и непсихотические, органические расстройства, то есть связанные с повреждением головного мозга, которые занимают чуть больше 40%. Как организована работа вашей службы? Она организована в соответствии с порядком при оказании медицинской помощи, при психических расстройствах и расстройствах поведения. Ну, во-первых, она вся бесплатна, наверное, да? Да. Все-таки гарантированно бесплатно. Да, в рамках программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. Она оказывается в четырех психиатрических больницах. Кроме того, согласно, опять же, порядку в составе этих психиатрических больниц имеются 23 кабинета участковых врачей-психиатров, которые также территориально закреплены за каждым диспансерным отделением, а те, в свою очередь, за каждой психиатрической больницей. Ну, скажем так, в каждой ЦРБ есть ваш специалист? Есть наш специалист. Хотелось бы остановиться на ведущем учреждении клинического уровня, которое является самым крупным. Это Республиканская психиатрическая больница. На сегодня больница действительно оснащена самым современным диагностическим оборудованием. Мы в течение ряда лет участвовали в программах, это федеральных и республиканских программах психические расстройства и принимали участие в программе модернизации здравоохранения. За счет этого больница действительно оборудована этим современным оборудованием. И диагностическим, и лечебным, да? Да. И, кроме того, в арсенале этой больницы самый большой спектр самых современных лекарственных препаратов. Они, кстати, изменились, лекарственные препараты современные, отличаются от 50-х, 60-х годов? Да, совершенно верно. В последние десятилетия появился ряд современных препаратов, это новые противосудорожные, новые лекарственные препараты, антидепрессанты. Появился новый класс атипичных нейролептиков, которые действительно обладают большей безопасностью, удобные в использовании. То есть, в целом, не снижают качество жизни пациентов нашего психиатрического профиля. Ну, вот каждого детского психиатра в каждой ЦРБ нет, и эту функцию исполняет кто? Эту функцию выполняет взрослый участковый врач-психиатр. То есть, если родители только чем-то обеспокоены, то они просто должны, хоть в Янчиках, хоть в Янтиковой, хоть в Алатаре, да? Ну, изначально обратиться к участковому врачу-психиатру, например, Янтиковской ЦРБ, а далее уже в зависимости... Специалисты разберутся, да. Специалист может направить, и, скорее всего, и нужно направить. Детское специализированное отделение. Да, Республиканское психиатрическое больницу. Существует у нас консультативный отдел, где этих детей принимают. И на базе нашего же больницы существует и детское отделение. Ну, психотерапевтическая-то служба входит в систему, вот в организацию Республиканской психиатрической больницы. Ну, что вы можете добавить по поводу существования психотерапевтов и медицинских психологов? Вот, насколько знаю, я, во-первых, их не хватает просто, да? Несмотря даже на наличие ставок, у нас не хватает специалистов. Психотерапевтическая служба у нас сосредоточена в столице. И на сегодняшний день у нас работает 20 психотерапевтов. Большинство из них работают в Республиканской психиатрической больнице и в психотерапевтическом центре. Из 20-18 человек работают в амбулаторных условиях, то есть они доступны для населения. И только два специалиста работают в стационаре. Это психотерапевт в Республиканской клинической больнице, который работает в Республиканском сосудистом центре. И психотерапевт Республиканской психиатрической больницы, который работает в психосоматическом отделении, то есть в отделении, которое занимается лечением неврозов. У нас психотерапевты есть в перинатальном президентском центре. За прошлый год удалось сохранить 70 беременностей благодаря работе психологов и психотерапевтов, которые работают в перинатальных центрах. У нас есть психотерапевт в госпитале ветеранов, который работает с пожилым контингентом и с людьми, которые были в Чернобыле. То есть с тем контингентом, который обслуживает, воевал и так далее. То есть там тоже специализированный контингент. Есть ставка психотерапевта в онкологическом диспансере. И мы сейчас очень активно в этом году занимаемся внедрением и психотерапевтической, и психологической службы именно в онкодиспансер. И разрабатывается программа сопровождения пациентов с онкологическими заболеваниями, в частности пациентов с первоевывающим диагнозом рак, чтобы эти пациенты всегда находились в поле зрения. Существует приказ 543, который подразумевает ставки психотерапевтов в каждой крупной поликлинике, которая обслуживает более 40 тысяч населения. И небольшие поликлиники, к сожалению, не могут позволить себе ставки психотерапевтов. Но эта служба не значит, что район у нас обездолен этой службой. Мы активно сейчас занимаемся самыми различными программами. Мы проводим обучение психологов. И на сегодняшний день у нас есть две разработанных таких презентации, программы презентации, с которыми психологи выходят в школы, выходят в лечебные учреждения, в техникумы для того, чтобы рассказать о стрессе, о том, как его преодолевать. То есть, по сути дела, о том, как укрепить свое психическое здоровье. У нас действительно существует дефицит кадров психотерапевтов. По сравнению с Россией, у нас очень неплохие показатели о комплектованности штатами психотерапевтов. И мы немножко даже лидируем по сравнению со среднестатистическими российскими показателями. А какие новые формы оказания медицинской помощи существуют сегодня в вашей службе? В структуре Республиканской психиатрической больницы, помимо общепсихиатрических отделений, мы в последние годы стали открывать так называемое специализированное отделение. В частности, было открыто и работает отделение интенсивной терапии с тремя реанимационными койками. То есть сюда поступают пациенты с такими вот неотложными состояниями психиатрии. Есть такие у нас состояния, например, это заболевание как фибрильная шизофрения, эпилептический статус, бывает сочетанная психическая и тяжелая, например, соматическая патология. Поэтому это отделение в настоящий момент очень актуально. В данном отделении имеется современное реанимационное оборудование и используются, конечно, современные лекарственные препараты, плазмафорез, озонотерапия. И отделение оснащено, имеется круглосуточный реанимационный пост. Сейчас идет акцент смещения со стационара на полустационарные формы помощи и амбулаторные виды помощи. В амбулаторной службе у нас открыты дневные стационары, как для взрослых, так и для детей. И открываются новые отделения, медико-реабилитационные отделения. В порядке их приведено очень много, и поэтому мы их должны, конечно, внедрять в своей работе. Ну и мы все с вами знаем, что средняя продолжительность жизни населения у нас каждым годом увеличивается. Ну, до 74-х мы должны ее в Чувашевской области. Да, совершенно верно. Поэтому, конечно, пожилая часть населения также увеличивается. И эта часть населения, она очень нуждается в квалифицированной психиатрической помощи. Поэтому мы тоже пошли по этому направлению. С 2013 года открыли соматогериатрическое отделение. И в дальнейшем планируем развитие геронтопсихиатрической помощи. И в 2006 году мы открыли психосоматическое отделение на базе Республиканской психиатрической больницы, которая занимается лечением неврозов. Ну, это стационар, так по-русски. Это стационар для больных с непсихотическими, психическими расстройствами, но более тяжелыми формами. То есть это неврозы, затянувшиеся, тяжелые неврозы, которые в амбулаторных условиях лечить сложно. И поэтому эти пациенты нуждаются в круглосуточном наблюдении. И в этом отделении организован комплекс мероприятий. Используются психотерапевтические методы, лекарственная терапия, физиотерапия, иглотерапия. То есть это комплекс, который позволяет пациенту быстрее выйти из этого кризисного состояния. Ну, я не могу не задать вопрос о суицидах. В Республике проводится мониторинг суицидологической ситуации. В сравнении с 2012 годом уровень самоубийств в Республике снизился почти в два раза. Но здесь хотелось бы мне подчеркнуть, что суицид — это достаточно сложное такое явление. Включает в себя ряд факторов. Это и психологические, это и социальные, культуральные, религиозные. Поэтому это проблема не только медицинского общества, это проблема, конечно, всего общества в целом. Для помощи людям с суицидальными попытками, как мы их называем, суицидальными тенденциями, мы открыли 20 кризисных коек, куда госпитализируем людей, находящихся в кризисном состоянии. И давайте, завершая нашу программу, поговорим о том, какова профилактика. Занимаясь своим физическим здоровьем, человек не должен забывать и о своем психическом здоровье и уделять ему не меньше, а может быть, даже и больше внимания. Психогигиена и психопрофилактика — это основа. Отсюда нужно начинать строительство здоровья. Первое — это должна соблюдаться гигиена сна. Человек должен спать не менее 7-8 часов в сутки. Должен правильно питаться. Конечно, должен быть полный отказ от вредных привычек. Быть ближе к природе. Иметь по жизни позитивный настрой. Умение переключаться должно быть у человека, например, с умственного труда на физический. Иметь какое-то любимое занятие, хобби. И задача каждого современного человека — сохранять свое душевное равновесие, быть готовым к встрече стрессовой ситуации. И не пускать на самотек симптомы депрессии, бессонницы, раздражительности, тревоги. И, конечно, обращаться к нам, специалистам. И, конечно, на наш бесплатный телефон доверия — 8 800 149 94. Обязательно позвонить. Телефон экстренной психологической помощи. Очень важным является и устранение факторов предубеждения к психиатрической службе. И поздняя обращаемость за специализированную помощь, конечно, приводит к тому, что люди приходят уже на поздних стадиях развития психических расстройств. И поэтому мы... Они лечат какое-то заболевание, а на самом деле простая помощь психолога может быть сняла бы напряжение в каких-то других профилях. Несомненно, конечно. И мы это прекрасно понимаем и направляем все свои усилия для того, чтобы люди обращались к нам как можно раньше. Для этого открыт телефон доверия, который работает в республике. Это кризисная психологическая помощь. Она работает круглосуточно, бесплатно. И по телефону доверия можно позвонить и с домашнего телефона, и с сотового, с любой точки нашей республики. Это не будет стоить... Это не будет стоить... Сколько денег, да? И это без выходных, без праздничных дней. Без выходных, без праздничных дней, любое время. Суточно. Второе. Мы проводим Дни открытых дверей. В психотерапевтическом центре два раза в год, в апреле и в октябре, проводятся Дни открытых дверей. Мы делаем это специально в субботу, чтобы люди были свободны и могли прийти к нам. Делаем две субботы подряд в апреле и две субботы подряд в октябре. В эти дни любой желающий может прийти в психотерапевтический центр, пройти тестирование, определить свои характерологические особенности, память проверить, внимание проверить, получить консультацию психолога, познакомиться с методами психотерапии, пройти тренинги, получить консультацию семейного психолога и психотерапевта и получить ответы на многие интересующие вопросы. Все это делается бесплатно. В течение всего дня, обычно с 8 до 5 вечера, проходит все это очень интенсивно и достаточно интересно. Профилактика психических расстройств у детей заключается еще и в том, что мы в лечебный процесс включаем и родители. Мы считаем, что это очень важно, и без этого невозможно лечить ребенка. И у нас на территории республики работает всероссийский детский телефон доверия 8 800 200 122, на который можно обращаться круглосуточно, бесплатно и анонимно. Спасибо гостям нашей студии. И завершая нашу программу, я обращаюсь к телезрительным радиослушателям, хочу подчеркнуть, как не бывает плюсов без минусов, так и минусов нет без плюсов. Давайте все обращать внимание на позитивные моменты в нашей жизни. Честное слово, они значительно повышают качество нашей жизни. Всем доброго здоровья!